Добро пожаловать в Ереван. Годом основания города считается 782 год. Два года я не была в Ереване, городе, в котором живут мои родные, в котором прошла моя юность. Не скрою, на этот раз я летела на родину с тревогой в душе, ведь 2020 год обернулся для Армении настоящим апокалипсисом. Сначала ее, как и всех, застала врасплох пандемия, а за ней в догонку накрыла и война в Карабахе. И к ней страна оказалась совершенно не готова. Самое страшное, что новый конфликт унес жизни многих молодых людей. Их героическая гибель стала для каждого армянина, живущего в стране или за ее пределами, без преувеличения личной трагедии. Страна надолго погрузилась в траур, выйти из которого удалось разве что недавно. Но жизнь взяла верх над невзгодами и страхами. Передо мной предстал все тот же старый добрый Ереван. Солнечный, яркий, уютный и гостеприимный. Местами шумный и хаотичный. Армянская столица выгодно выделяется своей чистотой. Это, как утверждают жители столицы, заслуга 44-летнего мэра Айка Марутяна. В одном из скверов в центре города стоит памятник дважды герою Советского Союза, летчику Нельсону Степаняну. Человек, обессмертивший свое имя многолетней успешной борьбой с немецко-фашистскими агрессорами. Играет музыка. Ереван продолжает жить, расцветать и радовать местных жителей и туристов. Субтитры создавал DimaTorzok В городе огромное количество невероятно радующих глаз парков, музеев и работающих до поздней ночи заведений. Ла-Маджо. Национальное блюдо в Армении. Еще его называют армянской пиццей. Ла-Маджо. Национальное блюдо в Армении. В 1938 году при Ереванской государственной консерватории открылась Ереванская средняя специализированная музыкальная школа имени Чайковского, которая работает по сей день. Флопі. Флопі. Субтитры создавал DimaTorzok Северный проспект. Главная пешеходная улица в центре Еревана, соединяющая по диагонали две главные площади Еревана, площадь Свободы и площадь Республики. На проспекте расположено множество элитных жилых домов, офисов, магазинов, ресторанов. В подземном пространстве под мостовой устроена торговая галерея. Лебединое озеро. Напоминающее по форме озеро Севан. Декоративный водоем в центре Еревана у площади Свободы. Уютно, красиво, много зелени и очень приятно отдохнуть в этом месте. Гладь воды успокаивает и радует. Площадь бассейна составляет 3000 квадратных метров. Место прогулок, народных гуляний и проведения развлекательных мероприятий. В зимнее время озеро используется как каток. Место прогулок, народных гуляний и проведения развлекательных мероприятий. Памятник Арноба Баджаняну в Ереване – одна из достоперемечательностей города. Выполнен из бронзы и гранита. Скульптором Давидом Баджаняном под задумки архитектора Ливона Егитяна. Столько эмоций, такая экспрессия. Совершенно невозможно пройти мимо. Притягивает взгляд. Арноба Баджанян – мой любимый армянский композитор. Театр, опера и балета имени Спиндиарова. Примечатели не только своим богатым репертуаром театра, но и его архитектурой. Проект здания подготовил Александр Таманян. Тот самый человек, что определил внешний вид столицы Армении, разработав масштабный генплан ее застройки в 1930-х годах. В 1937 году театр оперы и балета получил архитектурный гран-при Всемирной выставки в Париже. Фасад театра вобрал в себе актуальные тенденции советского искусства вкупе с архитектурой средневековой Армении и отсылкой к древним орнаментальным традициям. Сам Академический театр оперы и балета в Ереване был организован в 1930 году, но открыт 20 января 1933 года. В 1957 году на театральной площади были установлены бронзово-гранитные статуи Аванеса Туманяна и Александра Спиндиарова. Именно Аванес Туманяна создал первый букварь и книгу Лусабер. Аванес Туманяна и Александра Спиндиарова Памятник великому армянскому композитору Араму Ильичу Хачатуряну, автору балетов, симфоний и концертов. Хачатурян – один из самых узнаваемых композиторов не только в Армении, но и далеко за ее пределами. Памятник расположен напротив здания Большого концертного зала армянской филармонии, носящего его имя. Бронзовый монумент создан в 1999 году скульптором Юрием Петросяном и архитектором Романом Мартиросяном. Кумитас Настоящее имя – Сагамон Кеворг Сагамонян. Родился 26 сентября 1869 года. Его памятник находится напротив консерватории, носящей его же имя. Спортивно-концертный комплекс имени Карена Домерчана «Хамалир» – один из самых крупных концертных комплексов Еремани. Имеет два больших зала – концертный и спортивный. Комплекс был построен в 1983 году. Его вместимость до 12 тысяч мест. В комплексе проводятся также всякие торжественные мероприятия. Есть залы для конференций, семинаров. Внизу перед комплексом висят афиши, когда и какой концерт состоится. Крыша сделана из четырех лепестков. Это придает зданию сходство с космическим кораблем. Вокруг комплекса – красивый, уютный зеленый парк. С microphones мировоззру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может, у Армении нет ресурсов и природных ископаемых, нет выхода к морю. Ее окружают не вполне дружелюбно настроенные государства, но ее главным богатством являются сами армяне. Как те, кто мужественно продолжает жить в этой измученной и настрадавшейся стране, так и те, кто давно ее покинул ввиду разных причин, но не потерял при этом с нею связь.